Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Андрей Макаров и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции кратко цифры статистики. С начала года на пожарах МЧС в Минске спасатели совершили уже 2500 выездов. На пожарах погибли 17 человек. Печальную статистику погибших пополнила и эта неделя. Но об этом чуть позже. 33 человека, из них двое детей, пострадали. А от более 1600 человек работниками МЧС были спасены и эвакуированы из опасных зон. Далее о происшествиях минувшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. В понедельник днем в службу 101 поступило сообщение о горящей строительной бытовке на Партизанском проспекте. В ней загорелась обшивка на площади 10 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Причина происшествия пока не установлена. К счастью, никто не пострадал. А вот во вторник без пострадавших не обошлось. В квартире на четвертом этаже по Старовилинскому тракту горело имущество. Работники МЧС не только оперативно ликвидировали пожар, но и вытащили из огня 65-летнюю женщину. С отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмой хозяйка квартиры была госпитализирована. С нижерасположенного этажа спасатели эвакуировали еще двух человек. Причина ЧП банальна. Курение в состоянии алкогольного опьянения хозяйкой апартаментов. Четверг, к сожалению, пополнил печальную статистику погибших на пожарах в столице. В обоих случаях причины пожара сейчас устанавливаются специалистами. Первая трагедия, унесшая жизнь пенсионерки, произошла днем в двушке на Чекалово. Спасатели в горящей комнате обнаружили 69-летнюю мать хозяина квартиры. В бессознательном состоянии женщина была передана бригаде скорой помощи. К сожалению, спасти ее не удалось. А вот вторая трагедия разыгралась уже в ночь с четверга на пятницу на улице Богдановича. Сообщение о возгорании поступило в службу 101 в 3.55. Выяснилось, что в жилой комнате двухкомнатной квартиры загорелось имущество. Во время тушения там был обнаружен труп. Личность погибшего человека и пол устанавливаются. В ходе тушения пожара с вышерасположенных этажей спасателям пришлось эвакуировать 11 человек, в том числе годовалого ребенка. Стоит отметить, что проезд спасателей к месту происшествия был затруднен неправильно припаркованными автомобилями. Как знать, возможно, именно ваш автомобиль помешал своевременному оказанию помощи и стал причиной трагедии. В очередной раз напоминаем всем водителям. Уважаемые автолюбители, при выборе места для парковки на внутридворовых территориях, в особенности в ночное время, учитывайте возможность проезда большегрузной техники МЧС. В субботу около 6 часов вечера жильцы дома на Толбухино на перебой звонили в 101. Из двухкомнатной квартиры на третьем этаже валил дым. Спасатели в результате разведки установили, что в кухне квартиры предположительно произошла вспышка газовоздушной смеси газовой плиты. В результате пострадал 97-летний хозяин квартиры. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. К сожалению, спасти его не удалось. Спустя три часа мужчина скончался. Известно, что погибший проживал вместе с дочерью и зятем. Их в момент трагедии дома не было. В воскресенье утром на пульт диспетчера 101 поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Аэродромная. В одной из комнат, предположительно в результате поджога, загорелось имущество на площади в 5 квадратных метров. К счастью, здание не эксплуатировалось и никто не пострадал. Также в этот день помощь спасателей понадобилась 23-летнему владельцу легкового автомобиля Opel Astra 96-го года выпуска. Предположительно, в результате короткого замыкания электропроводки его автомобиль и загорелся. Пожарные спасатели разобрались с огнем и предотвратили пожар рядом стоящего сарая. К счастью, никто не пострадал. А вот владельцу сгоревшего авто придется позаботиться о новом железном коне. Старый полностью поврежден. Минск чрезвычайный. Закончилось в воскресенье происшествием в общежитии Бенту по улице Восточной. Пожар случился около 8 вечера в жилой комнате на пятом этаже 10-этажного здания. Работники МЧС при помощи спецтехники спасли 43-летнего нанимателя комнаты. С отравлением продуктами горения в тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу. Эвакуация других жителей общежития не проводилась. Причину ЧП сейчас устанавливают специалисты. Кстати говоря, по одной из версий загорание могло случиться из-за неосторожного обращения с огнем при курении пострадавшим. Вот такой была ушедшая неделя в Минске. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.